Биск стал похож на пустыне. Песчаные бури стали типичным явлением для нашего города. Наукоград накрыл пыльный смог. Высохшая грязь поднимается в воздух. Пыльно не только на улице, но и дома. Каждой весной на Биск опускается пылевая завеса. Причин этому сезонному явлению несколько. Это песок, который за зиму скопился на проезжей части и обочинах, неухоженный газон и неочищенный придомовые территории. Пылятся машины, пачкается обувь и одежда. Мыть окна приходится чуть ли не каждый день. Однако, как нам сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, скоро ситуация изменится. Дорожники уже приступили к очистке дорог от песка и грязи. Кроме того, бейчане жалуются на то, что в городе просто нечем дышать. И небольшого дождя, который хотя бы прибил пыль, люди ждут с пением. Как еще можно исправить ситуацию, горожане рассказали нашему корреспонденту. Это не пыль. Это погода такая. Очень безобразно, вообще грязно. Пыль столбом стоит с утра до вечера. Очень-очень пыли и грязи вообще. Дышать мешает, на зубах скрипит. Намного чище в Новосибирске улицы. Поливают, моют, чистят. Даже не хочу говорить про наш город. Ну, потому что, вы же сами видите, ни дорог нет, ничего вообще. О чем тут говорить? То есть пыль-то только малая? Конечно, конечно, только вообще. Была бы дорога. Была бы дорога, не было бы пыли. Ну, где еще, в каком городе вы такое найдете картину? Интересно спросить. Это только у нас такое. Мы идем с ребенком, пылью заносит, особенно после большой машины. Я смотрю, и ничего не убирается, не поливается. Как зимы грязь осталась. Ну, бардак. Она стоит, она круглый год стоит. А что с ней делать? Поливать надо, убирать надо, мыть надо. Ну, а кто будет это делать?